Есть еще силы послушать? Слава Богу! Тема моей проповеди сегодня Блаженны Вы! Я хотел вместе с Вами сегодня открыть Евангелие от Иоанна 12 глава из 12 стиха Знаете, сейчас Влад рассказывал эту историю Влад всегда рассказывал эту историю Я тоже вспомнил, как Бог начал стучаться в мою жизнь Когда мне было 25 лет Где-то в 24 года это началось Я помню, что я бежал тогда на тренировку Я был в очень хорошей спортивной форме И бях в много добрей, в добра спортивная форма На мне была Аляска Бях увлечен в Аляска Ну не знаю, как у Вас У нас в Казахстане Аляска Это, знаете, просто как такая зимняя куртка И с таким капюшоном И капюшон так застегивался, что просто впереди как торчала труба И капюшон так застегивался, что просто впереди как торчала труба Ну это для того, чтобы было тепло Задай тепло Потому что зимой в Казахстане у нас до минус 40 За счет призима в Казахстане стало минус 40 Такой резко континентальный климат И я помню, что я пробежал памятник Нуркену Абдирову Я вспомним, что из Тичих пока один памятник И я бежал во дворец спорта Потому что тогда мы там тренировались И там был ведущий тренер Мастер спорта международного класса И была очень сильная команда И мы еще много сильный экип И я тогда претендовал тоже на звание мастера спорта И я помню, что я бежал И вроде бы горел зеленый свет на переходе И я не видел вообще машин Когда бежишь в Аляске Впереди только такой маленький круг, тоннель И я помню, что засвистели тормоза И я вспомню, что чух спирачки И кто-то сбил меня на огромной скорости И някой мне блыснул на огромной скорости И я помню, что я в воздухе проделал Наверное, где-то двойное сальто И я вспомню, что в воздухе направил двойное сальто Ботинки с меня Ботинки, которые были на мне Ну, это были кроссовки Которые были туго зашнурованы И они с меня слетели То есть насколько сильный был удар То есть толково силен беше сблысок Я сделал двойное, не знаю, может быть, тройное сальто И упал на землю И я помню, что у меня что-то засвистело в ушах И я едва не потерял сознание Просто что-то засвистело Я чувствую, что я теряю сознание Я приложил усилие, чтобы не потерять сознание И не потерял И машина, которая меня сбила, улетела вперед И потом остановилась И начал сдавать назад Люди подбежали ко мне И начали меня поднимать Вот, там, кто-то что-то кричал Някое нечто викаше Я помню, это очень смутно Но водитель выбежал из автомобиля И он был испуган Беше много стреснат Вот, давайте я, давайте я, давайте я Я отвезу его сам в больницу Помогите мне его туда Помогите мне машину посадить Ну, и мне помогает Потом где-то нашли мои кроссовки Которые лежали неизвестным делом Сложили кроссовки на меня Закрыли двери Ну, и я начал потихонечку в себя приходить Я започнах да се връщам към сознание Но водитель тронулся Шофера тръгнам И я говорю Куда ты меня ведешь Я спрашиваю, къде ме караш Ну, говорит, повезу тебя в травматологию И той ви кажа, ще те водя в травматологию Ну, я так пощупал руки-ноги Ну, говорю, вроде бы на мне все нормально И казвам, мисля, че съм добре Отвези меня на тренировку Закарай меня на тренировка Ну, здесь, в принципе, недалеко Надо только вернуться И в дворец спорта Вот Ну, он говорит, ты точно этого хочешь? Я говорю, ну да Я не хочу пропускать тренировку И он развернулся на машине И повез меня в дворец спорта Говорю, тебе помочь? Я говорю, ну да, помоги Я еще немножко прихрамываю Болела правая нога Место удара И он меня так подхватил под руку И мы пошли на секцию Ну, заходим на секцию А там примерно 100 человек бегают по спортивному залу Ну и там накачанные все ребята такие И не на цепени хора Там мастера спорта КМС Мастеры по спорт Накачанные, здоровые такие Много такая мускулисти В зале пахнет потом В зале там видишь на пот Вот, тренер подходит, че случилось? Тренер у нас это была просто такая громадина Ну, Илья Муромец Такой богатырь Ну и как-то этот водитель сразу как-то вот так куда-то начал сжиматься Я его сбил Он летел, упал Он захотел приехать на тренировку Ну, тренер меня пощупал У тебя все нормально И тренерами упипал И питали ли сам добре Я говорю Да, все хорошо Я сказал Да, нариты Ну, я, говорит, в принципе, тоже Тренер Так говорит Он периодически говорил эту фразу У меня есть только одна причина Не прийти на тренировку Это по причине моей физической смерти Если я живой Я, как я жив Если я болею Если голодный Не важно, какой холодный Если я живой Я иду на тренировку Поэтому, ну, давай переодевайся Давай будем заниматься Водитель, может быть, я что-то должен? Я все-таки его сбил Может быть, деньги какие-то оставил Ничего не надо Все нормально Я жив, здоров Аз съм здрав и жив Ничего не поломалось Ничего не ми се чупи Но, знаете, я тогда почему-то понял Обаче вон за момент разбрах Что что-то произошло в моей жизни Я просто почувствовал, что кто-то стучится Усетих, че някой почуква Потому что я слышал до этого вести об Иисусе Христе Защото преди това съм чувал Вести за Иисус И один вновь обращен и сказал мне такую фразу Един христианин Он говорит Когда Бог стучится в твое сердце Два, три или четыре раза Он стучится Он не стучится просто так Ну, ты не услышишь стук Обычно он стучится через жизненные обстоятельства Бог призывает тебя И вот я хотел Просто захотелось эту историю коротко рассказать И я прочту сегодня из Евангелия от Иоанна 12 глава И здесь написано на проекте Или вы можете читать перевод И тут пишет На другой день множество народа Пришедшего на праздник Услышав, что Иисус идет в Иерусалим Взяли пальмовые ветви Сегодня вербное воскресенье Так называемое, да? По православию Вышли навстречу Ему И воскресали Асана Благословен грядущего имя Господня Царь Израилев Иисус же, найдя молодого осла Сел на него, как написано Небося, черсионого Сей царь твой грядет Сидя на молодом осле Ученики его сперва не поняли этого Но когда прославился Иисус Тогда вспомнили, что так было о нем написано И это сделали ему Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал Что он вызвал из гроба Лазаря И воскресил его из мертвых Потому и встретил его народ Ибо слышал, что он сотворил это чудо Фарисеи же говорили между собой Видите ли, что не успеваете ничего Весь мир идет за ним Из пришедших на поклонение в праздник Были некоторые элины Ну, то есть, обращенные из язычников Они подошли к Филиппу, который был из Версаиды Галилейской И просили его говоря Господин, нам хочется видеть Иисуса Филипп, один из учеников Иисуса Христа Идет и говорит о том Андрею Ну, апостолу И потом Андрей и Филипп рассказывают о том Иисусу Иисус же сказал им в ответ Пришел часть прославиться Сыну Человеческому Истинно, истинно говорю вам Если пшеничное зерно Пав в землю не умрет То останется одно А если умрет, то принесет много плода Любящий душу свою погубит ее А ненавидящий душу свою в мире Сем сохранит ее жизнь вечную Кто мне служит, мне да последует И где я, там и слуга мой будет И кто мне служит, того почтит отец мой Душа моя теперь возмутилась И что мне сказать, отче Избавь меня от чаши сего Но на сей час я и пришел Отче, прославь имя твое Тогда пришел с неба глаз Прославил и еще прославлю Аминь Это слова Иисуса Христа И вы знаете, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим На молодом осле Многие люди благословляли его Есть очень много изречений, которые говорили люди Называли его царем Царем и священником Спасителем, избавителем Я открою еще одно место Еще утворю еще одно место Евангелие от Луки 11 глава Евангелие от Лука 11 глава 27-28 стихи 27-28 стих Когда же он говорил это Одна женщина Возвысив голос из народа Сказала ему Блаженно чрево носившее тебя И соси тебя питавшие А он сказал Блаженно слышащие Слово Божие И соблюдающие Его Вы знаете Вот сегодня вот такой день Сегодня день Когато мы благословляем Името на Господне И когда и Бог Так же благословляет нас Мы говорим Господь Но будет имя Твое благословенное Ты воистину Царь Царей Ты наистину Царя Ты Бог Богов Ты Господь Господствующий Ты Господь на Господарите Иисус Христос нам отвечает И сегодня Блажен и Вы Но Когда мы благословени Когато мы благословени Когато мы слышим Слово Его И все И исполняем Его И Его исполняваме Вы знаете Не все блаженны Не всички са блаженни Иисус Христос Например Говорит Исус Христос Иисус Христос Казва на фарисеите Называет их Окрашенными гробами Нарича ги Окрашени гробове И говорит о фарисеях И говори за фарисеите Вы Слушайте Все то Что они Вам говорят Че Ви Трябва слушать Всичко Кое то казват Говорят они хорошо Те Говорят добре Но только не делайте Того Что они делают Потому что они возлагают на людей бремена неудобно носимые, но сами даже перстом не хотят шелохнуть, чтобы исполнить это. И знаете, вот мое сегодня такое обращение, это моя мысль на этой неделе, я размышлял над Словом Божьим, просто анализировал ситуацию сегодня в мире, и вы знаете, мне приходит такая мысль, вот сегодня люди слушают, с одной стороны, политических аналитиков, анализаторы, другие слушают просто каких-то моралистов, например, психологов, которые учат философии, какой-то правильной морали, и если ты сегодня спросишь себя, Господи, кого мне слушать сегодня? И еще важнее, за кем мне следовать? Слушать ли мне Запад? Или слушать мне Восток? И вы знаете, я вот так размышлял на эту тему о том, что слушать политиков, я не осуждаю политиков, но в моем представлении политики, это всегда что-то очень такое... Очень далёкое от морали. Очень далёкое от нравственности. Кто-то замечательно сказал, если человеку дать власть, че ако на человека ему дадешь власть, это власть его испортит. Власть вообще портит человека. Власть разваля человека. И добавил. А абсолютная власть портит человека. Ну, абсолютно. Я вот полностью целиком согласен. Власть портит человека. А абсолютная власть портит человека абсолютно. И никто меня в этом не переубедит. Я понимаю, что политики в основной своей массе аморальны. С другой стороны, вот слушать моралистов, ну, что в моем представлении моралист? Человек, который очень красиво учит морали. Ну, это вот опять проповедь свою читает мне, да? Красиво говорит. Красиво говорит. Вроде бы правильно. И уж всичко е правилно. Но, знаете, всегда надо смотреть. Обаче винаги трябва да виждаме. Соответствует ли жизнь вот этого человека, живота на този човек, который прямо сейчас говорит вам очень красивые слова. Если вы увидите, что жизнь его не соответствует, а чаще всего являет обратную сторону, или най-често являет обратно на стороне, че всичко прави наопаки. Бегите от такого человека. Бягайте от този човек. Так учил нас Иисус Христос. Бягайте. Иисус Христос говорил такую фразу. Иисус Христос казва такова фраза. Бойтесь праведности фарисейской. Бойте се от праведността на фарисеите. Которая есть что? Която е какво? Която е лицемерието. Примерять маски. Да си слагаме маски. В церкви мы одни. В церкви мы одни. В мире мы другие. Покусвиты сме други. Христианство ли это? Дали това е христианство? И что такое христианство? И какво е христианството изобщо? Вы знаете, вот сегодня верное воскресение, да? Днес е верно... Верно неделя? Върбова неделя. Цветница, да. И история, она... Конечно же повторяется. И историята, разбира се, се повторя. Сегодня есть много последователей Иисуса Христа. Днес имаме много последователей на Иисус Христос. Которые вроде бы следуют за Иисусом. Които уж го следват. И которые вроде бы даже жизни свои готовы отдать за Него. И които даже, может би, ще си дадат живота за Него. Но вы знаете, дерево судят как? По плодам. Какво судят по плодовете Му? О том, что если плоды горькие. Ако плодовете Му са горчиви. Если плоды худые. Ако плодовете Му са слаби. То и дерево худое. Значит и драготое слабо. И это тоже слова Иисуса Христа. И то вас задумайте на Иисус. А если плоды добрые. Как ако плодовете са добри. Хорошие плоды. Добри плодове. Значит и дерево доброе. Значит и драготое доброе. Аминь или не аминь. Аминь. Поэтому мы смотрим по плодам. И за това не гледам и плодовете. И мы смотрим по делам. Вы знаете, вот к нам издалека приехал Питер Вас со своей супругой Бахатгуль. Они сегодня с нами в этом зале. Я знаю, что Питер приехал из далеких Нидерландов. Супруга его из далекого Казахстана, из города Алматы. Примерно пять тысяч километров отсюда. Вы знаете, я не знал этих людей. Они недавно приехали к нам. И я узнаю, чем занимается Питер. Он библейский учитель. Я смотрю на его жизнь. Мы были в гостях. Посмотрели, как дети себя ведут. Я понимаю. Вы знаете, люди оставили свои страны. Оставили свои семьи ради Иисуса Христа. Приехали в такую даль. Чтобы поделиться с чем-то своим посланием. Чтобы поддержать руки священника. И вы знаете, я, не зная этих людей, предоставил им школу. Сегодня брат Питер каждую среду проводит библейские школы. А я в этот момент в другом городе, в Бургасе. И там тоже открывается церковь. Уже есть человек, который принял решение заключить завет с Богом. И летом я буду преподавать водно крещение. И през лятото ще преподавам водно крещение. На этой неделе я преподавал первый раз трапезу Господне. И тази седмица за първ път преподнес Господна трапеза. Открывается новая церковь. Отваря се нова церква. Это хорошо или плохо? Това дали е добре или нет? Я думал, что это очень хорошо. Аз мисля, че това е много добре. А в этот момент в среду брат Питер преподает в нашей поместной церкви. И вы знаете, мое сердце, оно спокойно. Потому что я знаю, что это Божий служитель. Потому что он своей жизнью доказал. Он сказал, я уже это сделал. Я уже оставил ради Иисуса Христа. И меня в руку положили. И отправили в далекую страну. Слава Богу за таких служителей. Вы знаете, для нас, Наташа, это очень большая поддержка. То, что брат Питера и Бахатгуль сегодня вместе с нами поддерживают наше служение. Побольше бы таких служителей. И я смотрю по делам. Я смотрю по делам. И вы знаете, я сегодня хотел бы еще раз обратить ваше внимание. И это написано в первом послании к Оринфинам. Восьмая глава. Осмая глава. Первый стих. Первый стих. Хочу обратить внимание на вот это слово «назидание». Открою другое место. Ну, вернее, в прошлое воскресенье я читал одно место. Сегодня другое. И вот здесь апостол Павел пишет. Первое послание к Оринфинам. Восьмая глава. Первый стих. Первое послание к Оринфинам. Осмая глава. Первый стих. О едоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания. Но знание надмивает, а любовь назидает. И вот я хочу сегодня посмотреть несколько таких интересных переводов. Я открою. Я первый раз нашел Елизаветинскую Библию. Это такой еще один старославянский перевод. И он звучит так. И звучит последнее начинание. О идоложертвенных живемы, живемы, как у всей разум имамы. Разум оба кичит, а любовь созидает. Переведу на современный русский. Теперь о жертвенной пище от идолов. Конечно, у каждого из нас есть свое знание. Знанию же свойственно зазнайство. Гордость. Не знаю. Гордость. Не знаю. Назмение. А вот любовь созидает. И я хотел бы взять конкретно старогреческий язык. И взять оригинал. Взять оригинал. И в оригинале вот это место оно звучит так. И в оригинале твое место звучит так. Игносия, Гена, Алозения, Ало и Агапи, Олкодомей. Олкодомей. И опять же перевод с греческого языка. Мы уверены, что знание есть у каждого. Знание порождает высокомерие. А любовь строит. Вот прошлый раз я приводил вот это слово. И предний пат видавах тази дума. И перевел его как любовь. Назидает. Созидает. Выстраивает по кирпичикам. И что созидает? И говорил о том, что созидает тело Иисуса Христа. И повторю сегодня вот эту мысль. И на сегодняшний день. Это является Божьим приоритетом. Что сегодня Бог делает? Бог строит. Через нас. Тело Иисус Христа. Храм Господень. В котором обитает Дух Божий. Главой которой является и сам Господь Иисус Христос. А мы всего лишь член Его. Скажи пожалуйста на это Аминь. Скажите Аминь. Я считаю, что это очень важно усвоить сегодня. Последнее место, которое сегодня прочту. И оно написано в послании к эфесянам. Четвертая глава. Четвертая глава. Четвертая глава с одиннадцатого стиха. Единая стих. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Здесь конкретно написано для созидания тела Христова. Да коли все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенно в меру полного возраста Христова. Бог не хочет, чтобы мы оставались младенцами во Христе Иисусе. Бог желает, чтобы каждый из нас возрос в меру полного возраста Иисуса Христа. Более того, Бог не хочет, чтобы мы оставались в младенческом возрасте. Потому что дальше написано. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос. Из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких, скажи, всяких, то есть в том числе и меня, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего будущего, помрачены в разуме и отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распусту так, что делали всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились. Так как истина во Иисусе отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в облесительных похотях и обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Аллилуйя. Аминь. И вы знаете, вот сегодня отвечаю на этот вопрос. И днес, отговаряки на този вопрос. А кого нам слушать? Кого да слушаме? А за кем следовать? И кого да следваме? Вы знаете, я сегодня просто скажу простыми словами. Не слушайте западную пропаганду. Сегодня очень много пропаганды. Отни так пропагандируют. Не слушайте восточную пропаганду. Не слушайте ту или другую сторону. Вы знаете, какую пропаганда сегодня очень важно слушать? Я назову это пропагандой Божьего Царства. Вы знаете, что во всяком законе есть исключение. Вы знаете, вот слово контроль, вроде бы плохое слово. Слово манипуляция. Нам это слово всем не нравится. Вы знаете, никому не нравится, когда им манипулируют. Но вы знаете, корень слова манипуляция. Это манус. Это рука. То есть кто-то тебя берет вот так. И как марионетка манипулирует. И как одна кукла марионетка ты манипулирует. С помощью своей руки. Но вы знаете, есть вот в этом правиле исключение. Бог тоже может нами манипулировать. И Он тоже хочет. Держать тебя в своей руке. Это так или не так? Но вы знаете, лично мне это нравится. Мне нравится, когда моя жизнь находится в Божьих руках. И Бог в моей жизни делает то, что Он хочет. Не то, что я хочу. А то, что Бог хочет. Я добровольно говорю, Господь. Я с добровольностью сказал Господь. Я хочу, чтобы ты держал меня в своем контроле. В своем Божьем плане. В своем Божьем плане. И даже манипулируешь. Потому что твоя манипуляция мне приятна. За что-то твоя манипуляция мне приятна. Ты каждый раз меня спрашиваешь. И ты всякий путь ме питаешь. Бог, ты спрашиваешь меня. Господи, ты ме питаешь. Хочу ли я этого или не хочу? Искам Го или не Го искам. И когда я этого хочу. И когато аз Го искам. А иногда даже тогда, когда я этого не хочу. Как или когато не Го искам даже. Но это нужно сделать. Обаче треба да се направить. Ради Господа слава. Ради славата на Господа. Я говорю Господу да. А сказывам да на Господу. Потому что Иисус Христос сказал. За что-то Иисус Христос. Господи, да минует меня чаша сия. Сказыва Господи, не коми подмини тази чаши. Но впрочем не моя воля. Обаче всышу с ней моя воля. Но твоя да будет. Обаче да будет твоя. Аллилуйя, аллилуйя и аминь. Аллилуйя и аминь. И вы знаете, это очень важно. И твое много важно. Что сегодня мы просто вот. Даже вот перед праздником воскресения Христова. Здесь праздник на Божья неделя. Как бы глубоко осознали. Иногда мне совсем не хочется следовать за Иисусом Христом. Мы уже знаем, чрез несколько дней его возьмут. Еще чуть позже его просто изобьют до крови. Еще чуть позже наденут терновия венец на голову. Будут вбивать этот терновия венец в голову тростью. И ще вкарва този венец. Так что кровь палился с его головой. И кровта ще потече от главата му. Все тело его будет изплювано. И цялото му още му ще е наплювано. И вы знаете, вот это разорвано тело. Това разкъсано тело. Которое покрыто с солью. Което е покрыто с соль. От человеческих вот этих слюней. От человеческите плюнки. От человеческа ненависть. От человеческата умраза. Еще несколько дней назад. И преди няколко дни. Эти же люди кричали. Тези хора са викали. Осана Всевышних Бог. Осана Всевышний Бог. И сегодня эти люди кричат. Погато днес тези хора викат. Распни его. Убей его. Он не должен жить. Он богохульствал. Он называл себя Богом. Той се нарича Бог. Из одних и тех же уст. От една и съща уста. В уходят и благословение и проклятие. И для Бога это страшно. И за Господ това е страшно. Господ не го иска. Бог хочет, чтобы из наших уст. Господ иска от наших уст. Изходило только благословение. Аминь или не аминь. Вот это пропаганда. Твоя пропаганда. Пропаганда Божьего Царства. Читая Нагорную проповедь. Евангелие от Матфея. С пятой по восьмую главу. Читая священническую молитву. Или молитву первого священника. Которая написана в Евангелии от Иоанна. Семнадцатой главе. Читая заповеди Господня. Читая заповеди блаженства. Блаженны вы. Блаженны нищие духа. Ибо таковы есть Царство и Божие. Знаете я раньше эту заповедь не понимал. Господи что значит блаженны нищие. Господи какво значит да смейся блаженны нищие. И Бог мне тут же показал. И Господь мне показал. Я увидел что нищий сидит на паперте. Аз видях един беден. И это настоящий нищий. И това истински. У него ничего нет. Един човек който няма нища. Он в лохмотях сидит. Съедини разкъсани древи. И если я ему не подам копейку. И ако не ему подам стотинга. Он сегодня может умереть от голода. Днес может да умре от глад. От холода. От студ. От истощения. От изтощения. От обезвожвания. От обезвожвания. И вот в таком состоянии. И в това состоянии. Призван находиться мой духовный человек. Господи дай мне сегодня. Дай мне от слова Твоего. Дай мне от хлеба Твоего. Дай мне от Твоей живой воды. Дай мне от живота Твоя вода. Потому что если ты мне сегодня не дашь. Я могу реально духовно даже умереть. Вы слышите меня? Духовный человек. Он постоянно жаждет. И алчит. Той винаги е жаден. От Слово Божие. За Божието Слово. Мы все так сильно нуждаемся. И толкова се нуждаем от него. И если не заботиться от внутренним духовным человеком. И ако не се погрежем за вътрешния духовния човек. Очень часто так бывает. Много често така се случва. Что внутренний духовный человек. Че вътрешния духовен човек. Он даже может погибнуть. Може да загине. И останется только плотски. И ще остане само плотски. Плотски христианин. Плотски христианин. Который Бог угодить никогда не может. Който не може никога да угоди на Господ. И он не нужен Богу. И Господ не се нуждае от него. Жизнь по плоти. Този, който живее по плоти. Назоваться христианином. Да се наличи христианин. И может быть даже немножко следовать за Христос. Може би даже малко да следва Христос. Но своей жизнью говорить о том, что. Обаче чрез живота си. Я совершенно не христианин. Да показва, че аз совершенно не съм христианин. И Христос давно уже не живе в моем сердце. И Христос отдавно не живе в сърцето ми. Потому что я впустил в свое сердце ненависть, злобу, непрощение и проклятие. Вот что происходит сегодня. Поверьте мне. Человек, впустивший ненависть в свое сердце, не может быть Сыном Божьим. Не может быть последователем Иисуса Христа. Потому что тот, кто ненавидит, уже есть человека-убийца. Не в момента, когда ты убиешь. Мысль – начало поступков. Ты сегодня ненавидишь. Завтра ты возьмешь оружие. Или просто ударишь ножом. Или просто не поможешь. Или просто няма да помогнешь на някому. На човек, который умира. Вот и все. И това е. Но христианство ли это? Давайте мы будем следовать за Христом. Нека следвам и Христос. Давайте будем слушать Христа. Нека слушам и Христос. И делать то, что Он нам говорит. И правим това, което Той не казва. Потому что блаженны не слушатели забывчивы. За что до соблажения не тези, които слушат и забравят. А исполнители Его Слово. А тези, които исполняват Словото Му. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот такое короткое Слово мне сегодня. Такое краткое Слово днес имам към вас. Пусть Бог нас всех благослови. И нека Господ благослови всички ни в това трудно време. Очень трудно време. Много тежко време. Очень важно. Много и важно. Чтобы совершенна любовь. Совершенната любовь. Иисуса Христа входила. Иисус Христос да влиза. В наши души. В душите ни. Изгоняла всякий страх. Да изгонила всякий страх. Всякою злобу. Всяка злоба. И всякоя ненависть. И всякого мраза. Тогда ты на верном пути. И тугава си на вернее пат. Не слушайте западную пропаганду. Не слушайте восточную пропаганду. Не слушайте истучную пропаганду. Слушайте пропаганду Божьего Царства. Во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Будьте благословенны. Сегодня в конце служения обязательно благословите друг друга. Обязательно скажите блажен ты. Сын Божий Дочь Царя. И обязательно ответьте. Блажен и ты. Тот который слушает. Но самое главное тот который исполняет. И это сегодня истина дня. И сегодня это истина на этот праздник. Не будем говорить сегодня Асана, Асана. А завтра распни его. Просто будем последователи на Иисуса Христа. Ученицами Иисуса, которые пошли за Иисусом. И пошли до конца. Аллилуйя. Будьте благословенны. Слава Богу. Перед тем, как помолиться за финансы, я еще раз напомню, что в следующее воскресенье мы будем праздновать Пасху. Одевайте самые красивые одежды, которые у вас есть. Если нет...